Привет всем и добро пожаловать в новый влог. Домашний такой мой кулинарный влог. Сегодня будем выпекать с вами такие немецкие шнеки. По-русски они шнеки-шнеки. Как они называются? Как они? Милена шнеки. Улитки. Улитки. Будем выпекать. Извиняюсь, забыла. Но я не забыла, мне просто с головы вылетело. Улитки такие тоненькие, очень вкусные, обещанные. И еще я обещала, конечно, для детей сделать слоеного теста с блетоталь по-немецки и с шоколадками. С такими вот шоколадками дуплу можно, можно другие брать. Можно такие с альги брать. Игаль какие, да? Такие вот. Быстренько покажу. И вот такие улитки. Такое вот будем тесто делать для живое. Вот. Вам понравится. Оно делается очень быстро. Можно делать опару, а можно не делать опару. Начинка у нас будет. Варимус, да? Вот такие вот орехи. Можно через блендер их, если у вас есть такие вот, как крупные, можно через блендер их сделать. Это просто начинка. Нам надо будет тоже, ну, такие две ложечки такого сахара и коричневого. Ну, коричневый я добавляю, можете не добавлять. Тогда, если у вас нету коричневого сахара, тогда можно три ложки обыкновенного сахара. И помазка у нас будет с сахарной пудрой. И еще. Еще. Так, где она у меня? Это... Так, это грецкий орех. Конечно, цинт. Цинт. Я очень люблю с цинта. И еще, если у вас такого нету, то тогда можно заменить с маком. Можно с маком сделать. Ну, так, что тесто очень легкое, быстрое. К нему ничего такого не надо. И очень вкусное. Особенно вот эта вот помадка мне нравится с сахарной пудрой. Прям вам не передать. Вчера промерзла. Вам просто не могу объяснить, как я вчера замерзла сильно. Но выкапывать надо было. Если видите, маяканы, вот, которые я вчера обрезала. Обрезала их за ночь. Посмотрите, как вот эти вот раскрылись уже. Ну, все. Давайте будем делать с вами опару. Опара тоже не обязательная. Не обязательно. Но я буду делать. Потому что дрожжи я всегда набираю. И они у меня потом лежат. Как... Ну, как долго лежат, да? И мне надо обязательно делать. Как бы опару. Если не... Дрожжи надо тут брать 25 грамм. Если нету таких дрожжей... Ну, окей, или надо брать чуть-чуть. Если нету таких дрожжей, замените вот таких вот 7 грамм. Уже я показывала. Все равно спрашивает. Вот таких вот. Рик. Так, ну, что нам надо? Значит, дрожжи 250 грамм только теплого молока. 3 столовые ложки у нас сахара. Щепотка соли потом. Одно яйцо. 70 грамм масла сливочного. Или мягкое, или растопленное. Одна пачечка у нас будет ванилина. И мука где-то плюс-минус где-то 500 грамм, да? Полкилограмма. Так, соль убираем. Так, вот соль. И вот это тоже убираем, чтобы не мешалось. Девчата, вчера я камы выкапывала, да? Где сухие камы, я имею в виду вот эти вот луковицы, не промывайте. Именно промывайте, где мокрые и такие, ого, смотрите, раскрылась. Я думаю, что такое? Аж зашевелилась. Именно где грязные промывайте. Потому что в прошлом году я не промывала. Было холодно, но солнце. Прям вот солнышко было. Они у меня все высохли, я их сплала. Можно в опилке, еще раз повторюсь, или в газету. Так, все, делаем кашицу. Она сейчас поднимется быстрее. Ну, все, пойдем. Молоко, если тепленькое, оно у вас быстро поднимется. Все. Оставляем в сторонку. Один желток нам понадобится для смазки. Только желток, это важно. Только желток. Так, потом нам надо будет еще одна яичка. Сейчас печенье буду печь. Желтки мне все равно нужны будут потом. Так что можете собирать. И желтки в баночку, чтобы они у вас не заветривались. И в холодильник. Так, соль. Пол чайной ложечки. Ну и все, пускай все теперь стоит. Посмотрите теперь, как поднялась опара. Смотрите, какая прелесть. Хорошенько размешиваем. Не бойтесь мешать. Так, сахарный ванилин, да. Не такой ванилин, такой темно-черный, а обыкновенный сахарный. Самый такой вот простой. Так, сюда перемешиваем все. Чуть-чуть сюда отодвинусь, чтобы вам было лучше видно. Ну и все. И теперь наше яичко. Тесто быстро подошло. Не тесто, а опара. Очень быстро. Ну и все. Теперь наше муку. А потом масло в конце. Как всегда. Так, уже густоватые. Уже, наверное, масло добавлю. Уже густоватые. Все, вот такое вот. Комнатная температура или можно разогреть. Так, это нам пригодится. Чашечка. Потом туда будем наливать подсолнечное масло, где-то 2 столовые ложки. Ну и все. Теперь будем вымешивать здесь. Добавляю сюда муку. Вот такой муку я пользуюсь. Теперь будем рукой замешивать. У кого есть планетарный миксер, можно миксером. Ну я рукой. И еще муку нашу добавляем. И потом будем замешивать здесь. Вот так вот. Все сюда. Добавляем наше масло. Замешиваем хорошо. Так, помыть. И потом сюда же я делаю. Муку тоже, да, плюс-минус. Я уже говорила вам. Ну, еще немножечко. Так. Ну и все. Так. Тесто должно два раза у нас подняться. Ну все. Вот такое тесто должно у нас получиться. Вот такое мягкое. Так. Добавляем наше масло. Чашечку тоже не убираем. Нам потом надо будет еще масло. Для наших мусов. Для этих орешков. Так. Еще раз я. Тесто какое мягкое, хорошее получилось. Ну и все. Сейчас я накрываю. И пускай она у нас поднимается. Ну, приступим с вами. Значит, тут у меня вот такие валь, валь-носы. Такие вот. Уже как порошкообразные, да? Такая вот красота. Если есть такие у вас, то можете через блендер я буду пропустить. Высыпаю. Убираю. Ммм, как пахнет сразу. Он у меня такой крупный. Я прям крупный купила. Не порошкообразный, а такой вот как крупноватый. Теперь берем. Ну, пускай это две столовые ложечки такого сахара без горки. Смотрите, если у вас получится или густым, или жидким, добавляйте всегда еще две столовые ложки молока. И масло нам надо будет 70 грамм. Так. И теперь две столовые ложечки, даже три положу. Вот такого вот сахара коричневого. Три, наверное, положу. Раз. Два. Три. Он такой не сильно сладкий. И корицу. Это цинт. Вот такой. Ну, пускай будет столовую ложку. Сейчас. Вот такой вот. Все, перемешиваем. Можно даже еще орехи сюда добавить, такие крупные. Надо посмотреть, у меня там есть. Нету. И масло наше. Положила сюда эту штуку, разогрела просто микроволновки, да? А то она горячая, прям снизу. Так, убираем. Тоже можно убрать. Вот, все. И хорошо перемешиваем нашу начинку. Оставляем в сторонки. Видите, ничего не надо добавлять. Ничего. Оставляем в сторонки. В сторонку. Потом, когда уже... Уже будет наше тесто готово. Приготовим с вами желток. И наверх потом глазурь белая с сахарной пудрой. Ну, все. Оставляем здесь. И будем ждать, когда все у нас уже подняется. Так, девчата, как я говорила, уберу, чтобы не мешало. Я вам обещала слоеного теста, поменьше для катарик, сделать конфеты. Конфеты или булочки. А что, Рик, пришел ко мне? Что ты хочешь? Тебе это нельзя. Разворачиваем. Чтобы духовка у вас уже была. Ой-ой-ой. Разогретая. Ой, пускай немножко мягкая будет. Ну, вот так вот. Все. Вот так вот. Вот такие конфеты в дупло. Но можно другие. Я уже вам рассказывала. Вот так как они делаются. А делаются очень быстро. Вот так я делаю. Вот сюда вот накладываю. По три штучки. Все делаю при вас. И с этой стороны тоже так же. Точно так же. Все делаю. Видите, помощник мой пришел. Нет, Рик, конфет тебе нельзя. Встает конфету, просит собачка моя. Он у нас кушает шоколадку. Не-не, аж прыгает. Хочет шоколадку. Как только он слышит, что что-то разворачивает. Или из-за латинки, или что-то шуршит. Все. Он тут как тут. Не прыгай. Все, девчата. Теперь разрезаем. Вот так вот. Так. Все. Ну и закручиваем с двух сторон. Раз, два. Раз, два. Раз и раз. Вот так вот складываем. Вот тут вот я не буду складывать при вас. Вот такие вот получаются. Покажу вам с одного слоеного теста, потому что у меня сейчас рулет. Просто, чтобы вы видели, какие они получились. Но вам надо, если хотите еще, чтобы у вас было три, то надо две штуки. А то я вам просто сейчас показываю. Все, теперь делаем желток. Желток нам сейчас все равно нужен будет, чтобы их смазывать. Теперь с вами смазываем. Вот один тут желток. Нам все равно нужен будет. Хорошенько помешиваем. Ничего туда не добавляем. И в разогретую духовку. Ну, где-то 10 минут, да? Потому что у всех разные духовки. Так. Ставим в духовочку. Поставлю сюда сейчас. У меня тут противень. В разогретую духовку на 180 градусов. Девчата, ну, посмотрите. Вот такие вот они получаются. Вот такая вот красота. Вот. Как я делаю? Беру сахарную пудру. Вот так вот мы любим. Очень вкусно. Я люблю с ягодой. С любой ягодкой можете делать. Вот сюда. Вот так вот. Так. Не ту посуду взяла, конечно. Вот так вот. Это очень вкусно. По две штучки. По две штучки делаю. Вот так вот. Так, девчата. Вот теперь положила в другую чашечку. Вот. Это сахарная свекла. Как бы переженная, я на нее говорю. Ну, и кто как любит, да? Я вот очень люблю. Особенно вот блинчики с бананами. Вот с такой штукой. Вот так вот я делаю. Можете, конечно, мед. Кто как любит. Но я люблю так. Без шоколада. Именно вот так, чтобы было. Это очень вкусно. Посмотрите. Очень-очень вкусно. Они до того аж нахрустят. Вот это блетотайк, слоеное тесто. Очень хрустит. Очень вкусно. Так. Посмотрите, как поднялось мое тесто. Подальше сделаю, чтобы видно было хорошенько. Вот такое вот хорошее, легенькое тесто. Посмотрите. Хочу, чтобы оно само упало. Вот так вот. Рик, отойди, не мешай. Собачка тут моя ходит. Смотрите, какое хорошее тесто. Уберем вот половинку. Надо нам хорошенько раскатать. Вот так вот чуть-чуть. Сделаем сюда. Уберем, чтобы нам не мешало ничего. И раскатываем. Раскатываем тоненько. Слышите, как тесто пищит? Сейчас вам покажу. Вот такое вот. Чтобы сильно так тоже не затягивать видео. Делала, девчата, вот тут у меня, вот тут у меня проппень. Сделала сейчас вот эти вот рулеты тоже с Глета-Танка. Такие вот с конфетами. И не выкидываю, как его, пергаментную бумагу, потому что еще на булочки пойдет вот эти вот шнеки. Никогда не выкидываю. Потому что еще хватит. А потом уже, когда она уже сильно такая уже, как невменяемая, тогда я ее выкидываю. Ну вот такая, смотрите, какая красота получается. Вот так вот. Еще раз сюда сделаю. Ах, этот Рикки. Сегодня у нас что-то унгавкает. Все. Покажу вам сначала на вот этой. Делаем на унгавка. Пахнет. И, посмотрите, делаем нашу эту, нашу шнека. И еще на одну хватит. Вот так вот. Раскладываем полностью. Это очень вкусно. Немцы тоже такое любят. Очень тоже, если вы видите, тоже везде в магазинах продают. Вот так вот. Сегодня у нас опять немецкая кулинария. Так, все. Это убираем. Ну, вроде бы везде сделала. Вот так вот. Все. И теперь вот так я натягиваю. Вот так. И накручиваем. Так, сюда вытала. И вот на такие вот я делаю шнеки. Вот такие вот. Потом покажу, что надо делать. Вот так вот пускай будет. Потом покажу. Так, девчата, вот у меня палочка, любую палочку. Есть такие китайские палочки, да, вот не могу найти. Берем вот так вот, эту палочку и вот тут вот так вот прижимаем. Вот так вот. Смотрите. Вот такие вот они должны у вас получиться. Складываю. Складываю на противень. Так же и эту. Вот так вот. Такие вот. Можно включить духовку, пока она разогреется. Так же и эту. Очень-очень-очень вкусно. Ну и все. Теперь еще одну такую раскатываем, а это так просто останется. Ну все, девчата, теперь смазываем. Пусть у нас минут 10 они постоят еще и сразу в духовку на 180 градусов, ну на минут 15-20. В разогретую. У меня она уже разогретая, потому что я пекла вот эти вот слоеного теста. Так что она у меня сейчас быстренько. Раз, два и все. Ну и все. Теперь пускай постоят и потом в духовку. Теперь тут у меня где-то 100, ну цирка 100-120, да, где-то. Берем две столовые ложечки молочка. Можете еще лимончика капнуть. И вот так вот делаем. Если будет, например, там жидкое или, ой, да, если будет жидкое или густое, хорошенько перемешиваем. Где-то так вот. Две столовые ложки, да. Если будет у вас, например, жидкое, добавьте чуть-чуть сахарную пудру. Если густое, еще немножечко молочка. По вкусу можете цедру лимона сделать. Ну, вот такая вот. Смотрите, вот такая должна получиться. Только надо хорошенько сбить. Так только будем вытаскивать горячим. И прям можно наверх посыпать, посыпать, говорю, смазывать. Посмотрите, как они поднялись. Посмотрите, какие они красивые получаются. Видите? Девчата, сейчас уберу. Берем нашу вот эту вот глазурь. Так, неудобно. Постараюсь. Вот так сделаю. Чуть-чуть сюда подвину. Вот так нагнуть. Показать просто вам, а потом обмажу. И они у меня горяченькие еще, посмотрите. Они как раз будут высыхать. Вот такая вот прелесть получается. Вот так вот. Вот так вот все обмазываем. Так, вот так вот я обмазала все. Теперь пускай немножечко подсохнет. И еще повторюсь, пышные они не должны у вас быть. Хотя они у меня поднялись. Мне пришлось два раза духовку открывать, чтобы немножечко они у меня как осели. Потому что у меня тесто такое, что хоть тонко, хоть еще тоньше, они все равно у меня как поднимаются хорошо. Вот еще раз так покажу. Вот такие вот должны у вас быть. Я прям мажу здесь, и чтобы потом вместе с этой бумагой, как я вам рассказывала, сразу все я выкидываю. Сначала сниму, а потом сделаю вам фото. Так, девчата, это на них говорят как бы по-немецки. Некоторые говорят шнеки брочен. Кто как, да, я просто как говорю, кто как в Германии живет, да. Вот. Некоторые улитки. Ну, кто как говорит, да. Ну, это очень любят немцы. Прям вот очень хочу вам сказать. Но оно еще теплое. Она, когда начинает, начнет остывать, оно тут у вас белое будет все. Это просто горячее. Я уже думаю, сейчас быстренько видео сниму вам. И, ну, чтобы как спокойно быть, потому что у нас уже вечер. Вот так вот поверну еще раз. Так что делайте на здоровье. Это очень-очень вкусно. Вам я прям не могу передать. До того это вкусно. Там столько много орехов и сахару. И корица. Но корица тоже, я говорю, это кто как любит. Очень вкусно. Так что пробуйте, делайте. Вот. Так что дома запах такой вкусный. Прям от него. Ну, и это тоже для деток, да. Это обещанный мой этот. Он тоже очень вкусный. Там шоколад такой. Прям аж тоже очень вкусный. Ну, вам понравится. Ну, все. Буду на этом с вами прощаться. Большое-большое спасибо вам за просмотры. Какая красота. Всем пока. Хорошего вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok